здравствуйте друзья вечерний вопрос у меня ситуация такая я уже три года работаю в американской компании в качестве QA на правах консультанта удаленно то есть не оформлен как сотрудник и соответственно нет рабочий виз родился и живу в москве ставка по американским меркам очень хорошая все устраивает единственно что пока не получается это пробить рабочую визу в настоящий момент имею туристическую получаю уже в третий раз проблем не было руководство мне предлагает пока так он в кавычках приехать на правах визитера а в дальнейшем постепенно решить вопрос с рабочей визой но сейчас с этим вроде как не очень просто насколько я понимаю до 180 дней я могу находиться в сша без нарушений это правда но я слышал что если так делать часто то есть допустим приезжать на полгода затем на несколько дней куда-то выезжать и возвращаться то вызовет подозрение это тоже правда при этом мне совершенно официально перечисляют деньги от компании разумеется не в российской федерации есть форма w8 benefit или что-то такое уже набралась довольно приличная сумма даже с учетом поездок и трат приезжаю в сша пока ежегодно разумеется говоря на границу я приехал как турист но имею планы в будущем приобретение там жилья и конечно какого-то постоянного статуса я не привязан конкретному месту например нью-джорси где расположен один из офисов компании то есть я могу выбирать мест по своему усмотрению мне нравится северный мичиган язык у меня разумеется свободный мы регулярно проводим веб-сессии с клиентами по всему миру так как я скорее и ники чем просто кей а также еще и текрайтер функции выполняю достаточно много будучи резидентом я бы скорее всего был на w2 или 1099 налоговая форма о которых вы рассказывали в одном из своих видео но вот какие есть пути дальнейшие из текущего положения но поскольку он не резидентно я конечно могу приехать на длительный срок но ведь нужна постоянная регистрация где-то жилье и так далее то есть рано или поздно все равно придется искать пути к смене статуса на резидентский так надо сразу искать что же не хотелось бы попасть число нарушителей хотя я знаю многие делают именно так насколько я понимаю многие из ваших учеников клиентов также приезжали по визитерской визе затем ее меняли чтобы вы посоветовали в данной ситуации о как ну что же давайте мы поговорим если что я хочу сразу сказать что для меня этот вопрос интересен не не только исключительно вот этой ситуации которая есть у парня а вопрос это позволяет нам посмотреть вообще на весь мир визы да вообще как как легально вот люди находятся в сша и как могут решаться вопросы легализации потому что вот он открыт и вот с этой открытостью вот какие у него есть пути давайте мы значит поговорим на эту тему я бы разделил набор возможностей я бы его разделил на 2 группы по такому по такой классификации как насколько ему приперло срочно вот когда человеку срочно приперло ему такое как бы хирургическое вмешательство требуется в иммиграционном ключе это одна история если он не спешит никуда а он явно не спешит вот я так не вижу чтобы как-то его приперло сильно это другая история поэтому значит давайте смотреть при этом мы как бы остаемся на легальной стороне да то есть мы никого не рассматривать ситуацию ну вот пусть пойдет там и сделает фиктивный брак да я я такого не советую и как бы это не при том что люди это делают но я не советчик как бы не то чтобы не претит если кто-то делает там фиктивный брак но я во всяком случае не хочу к этому иметь никакого отношения вот значит итак давайте мы посмотрим на ну хотя быстрее давать давайте с хирургических путей легитимных политического убежища как искать легко дешево там практично надежно там относительно и так далее ну ну пожалуйста вот так можно например очень многие люди идут именно этим путем и из быстрого я даже не знаю что ну он может просто жениться не обязательно жениться эффективно мы сказать себе я ищу себе жену вот я хочу жениться в соединенных штатах наверно он холостой я так не я не знаю но судя по тому как вот он какой образ жизни он идет на такое ощущение что он холостой нигде не говорит что жена или что него девушка есть и так далее вот допустим вот ну просто люди женятся конечно может быть это больше девочки склонны выходить замуж там за американцев чем допустим мальчики склонны искать себе невесту соединенных штатах но в общем это не как сказать не низ ничего плохого в этом нет как бы да можно пойти там поискать найти и тогда среди наших соотечественников очень очень много а тем более у него профессия в руках он зарабатывает он в общем хороший жених молодой человек в конце концов на ткань джеймс то же то есть если как бы он при этом не торгует собой да вот я я против этого а действительно говорит ну чего время жениться пойдем искать хорошую девушку почему нет в конце концов тоже это это тоже относительно быстрый путь не такой радикальный может как политическое убежище но тоже достаточно быстро дальше мы переходим на друг другую сторону и у нас теперь категория относительно растянутых во времени путей значит первое что я бы сказал она как бы промежуточная да то есть она легальная она относительно продолжительная по степени легализации но достаточно быстро по имплементации да то есть он может например этой компании сказать ребята давайте вы меня возьмете по визит джейван практикантом зарплата у него может быть абсолютно любая ему сделают social security номер ему будут платить зарплату бенефиты там все дела ну вот все что все что положено он может если он уже больше года как после института значит окончание института я предполагаю что у него есть диплом о высшем образовании более менее по специальности это как бы мое предположение если это действительно так то они за пару месяцев но два но два с половиной месяца но сколько это займет они могут ему оформить вот эту визу джейван и он на 18 месяцев приедет сша на 18 месяцев что что неплохо так он уже будет находиться здесь у него будет полтора года на то чтобы решить дальнейшие проблемы дальней это это отсрочка это не легализация но это быстрая возможность приехать в сша здесь находиться получать свою зарплату причем работодатель не обязан платить ему вот-вот-вот там привыкли он может платить ему меньше здесь нет никаких ограничений мы предполагаем что парня до 35 лет вот это как бы наше предположение если больше то скорее всего это не получится это отсрочка это такая же отсрочка как если бы он поехал например по студенческой визе что тоже интересный момент вот если вы посмотрите на нашем канале интервью с татьяной богдановой она как раз рассказывает про учебные программы когда люди ходят там два дня в неделю в университет ну там скажем в субботу на 1 1 на 8 часов в воскресенье на 4 и получают там своего мастера по компьютер сайенс американского и при этом у них есть разрешение на работу и потом у них появляется там их несколько разных я не хочу сейчас в эту сторону залезать он может пока учится работать работать он может потом работать еще там если это по компьютерным делам то там два с половиной года даже больше может потом еще работать официально то есть это ему дает возможность находиться в стране несколько лет работать и решать вопросы легализации при том что он может учиться на мастера вот на это потом можете еще учиться и дальше учиться и снова учиться то есть не никто его дальше не выгоняет он может Есть люди, которые по 10 лет учились, если он не в состоянии за это время решить свои вопросы легализации. Либо через рабочую визу, либо через брак, либо через, что там еще бывает, через бизнес, через грин-карту для людей с какими-то там выдающимися способностями. И мы сегодня знаем, что и программистам тоже дают такую визу, тоже дают. Поэтому не то, что всем подряд, но если правильно человеку упаковать, то вот есть программисты, которые получают такую визу. Кроме того, насчет рабочей визы, вот то, что он там описал, что он немножко тестирования, немножко там он какую-то поддержку, документацию пишет. Если по-честному, то ему рабочую визу под это дело не дадут. То есть ему, то есть либо надо будет обманывать, что он реально какой-то там софтвер-инженер, и там платить ему какой-то там очень большой, серьезный превейлинг вейдж за работу, которую этих денег не стоит. Вот, поэтому я, честно говоря, не очень понимаю вот эту перспективу визы H1B для него, рабочей визы. А если сейчас еще со следующего года они введут, что возможно вполне, систему аукционную, то есть визу, которых не хватает, получает та компания, которая готова больше платить, мама. Так они должны будут ему вдвое переплачивать, чтобы взять его по рабочей визе. Я такого не очень понимаю, как это произойдет. Есть такой вариант, что если у компании имеются отделения в других странах, вот не так, как он консультантом, а где-то офис у них есть, не обязательно вот в Москве. Это может быть в любой другой стране, может быть на Кипре, может быть в Канаде, там может, я не знаю где, в Индии. И он там годик поработает, они могут его внутри корпоративным переводом перевести в Соединенные Штаты и делать тут же на него грин-карту. Например, так можно. То есть, дальше там появляется много путей. Но, опять, поскольку у него пожара такого особого нет, то, соответственно, ну вот можно, например, начать там с визы Джей. Она быстрая, он уже в стране, он может, ему не очень удобно ездить с ней. То есть, эта виза не подразумевает, что он туда-сюда мотается. Вот, если туда-сюда мотаться, может быть, надо там что-нибудь другое придумывать. Но, вот из того, что я понимаю, вот я бы так сказал. Безусловно, если вы собрались какие-то решения в жизнь притворять, то вам надо было бы поговорить со специалистом по иммиграционному законодательству. Я в данном случае выступаю только как человек, который слушал очень много ответов на самые разные вопросы. И ответы эти давали очень грамотные люди, юристы, там, профессионалы с большим опытом и так далее. Но мы все знаем, что время идет, законодательство меняется, практика применения законодательства меняется. И я ни в коем случае, как бы, не претендую на то, чтобы там, как-то так, достаточно четко все это прописать. Я думаю, что мысли какие-то у парня появятся, значит, и он может поговорить со специалистом. Ну, так он заплатит 200 долларов за консультацию. У него же есть 200 долларов. Бывает, чека нету. У него же есть, вот он собрался дом покупать, понимаете. Ну, 200 долларов можно заплатить. Вот, и какая-то ясность появится. Вот, я бы так сделал. А если нужен адвокат, вот у нас есть плейлист «Политическое убежище». И там есть два адвоката. Вот я их, как бы, рекомендую. Оба очень хорошие. Ну, вот, наверное, так. Я думаю, что мы, с одной стороны, и парню ответили, с другой стороны, может быть, как немножко общую такую картинку обрисовали. Я тут видел какое-то видео, там человек говорит, вот там самый лучший способ, там, иммиграции, иммиграции, он говорит, через студенческую визу. Понимаете, в этом есть какой-то элемент введения в заблуждение. Сознательный, несознательный, я не берусь сказать. Но студенческая виза, так же, как и виза J-1, не являются иммиграционными. Понимаете, это виза, которая позволяет находиться в стране. Студенческая виза позволяет находиться в стране достаточно долго. Это правда. И за это время что-нибудь да произойдет. Мы знаем очень много людей, которые со студенческой визы соскочили. Замуж в политическое убежище, в рабочую визу. Там, даже не знаю, что там еще бывает. Вот, ну да. Но, во всяком случае, я знаю, девушку одна, она 10 лет была по студенческой визе, потом вышла замуж за нашего соотечественника. Ее уже лет 30 было. Вот она вышла замуж. Но она должна была для этого 10 лет тут находиться. Понимаете, каким-то образом. Она там учила где-то, то английский, то там еще что-то, наверное, там. Два университета закончила за это время. Да, конечно, но это же не иммиграционная виза. Но сама возможность находиться в стране какое-то время и уже на месте решать тоже дорогого стоит. Это и язык, это и знакомства полезные, которые заводятся. Это, ну, как сказать, возможность там и интервью пройти, и познакомиться, и там сходить на ланч, кофейку попить, и как-то вот это вот замутить уже на месте. Это все очень дорогого стоит. Поэтому я бы вот так сказал, что, особенно если пожара нет, да, то рассматривайте возможность такую долго находиться в стране, а дальше уже будете на месте соображать. На месте очень многие вещи, которые сегодня вы говорите, ой, нет, это не мое, это я не буду, это мне не подходит, там, сюда. И вы это так на себя прикидываете, находясь в некоторой такой абстракции в космосе. Когда вы из космоса высадитесь на планету, вот на эту, вдруг окажется, что многие вещи, которые из космоса кажутся странными, совершенно нормальные, а те, которые казались нормальными, более чем странные. И это происходит, это я вам обещаю. То есть не каждому, но у очень многих людей происходит как бы смещение вот этих вот оценок. Вот такой разговор. Так что парню привет передадим и всем нашим зрителям тоже. Счастливо!